Объединение телевизионных компаний представляют О! Классная тёлочка! Ну что, сынок, отрываешься? Не то слово, бать, на всю катушку, это ж предпоследний день холостяцкой жизни! Эх, перед смертью! Задим за них на самое интересное будет! Или перед свадьбой! Насмотрит! Так, всё, стоп! У меня по велосипеде получше! Киша, ты всё хорошо делаешь? Так, друзья! Кто хочет посмотреть на мою голую невесту? Олег! Бать, не переживай, всё под контролем! Так, Стасик! Петя! Ребят! Что делал? Так, моя невеста, Маринка, голая! У нас вот такой-то вода! Просто монстр! Он компромата на всех набрал целый ноутбук! Бизнесмен Юрий Афанасьев пригласил детективов в свой коттедж и рассказал о том, что пропал ноутбук тамады! То есть без этого ноутбука свадьба не состоится? Ну, правильно поняли! Марина, невеста сына, захотела, чтобы свадьба была необычная! Начаться надо было здесь, потом на тройке с пупенцами они поедут по окрестностям покатаются, а то приедут сюда-обратно! И не просто так тупо есть пить, а под определённый видеоряд! Сценарий, кстати, и был в этом ноутбуке! Ну, а если попробовать установить данные? За два дня нереально! Тамада этот спектакль целый месяц готовил! Ну, а если свадьбу перенести? Приглашение, а гости, кухня в конце концов! Ну, мне кажется, что гости и кухня вот не единственная причина! Да, вы правильно поняли! Мой бизнес сейчас переживает не лучшие времена, и для меня эта свадьба имеет такое же большое значение, как и для молодых! То есть, вы планируете объединить свой бизнес с бизнесом родителей невесты? Именно! Извините! Да! Да, еду уже, еду! Буду через полчаса! Ну, всё, отбой! Всё остальное вам расскажет мой сын! Пойдёмте, я с ним познакомлю! Олег, а как выглядел этот ноутбук? Очень дорогой, белый! Ну, может быть, какие-нибудь особые приметы, там, сарапины, нет? Да, вроде, нет! Угу! Слушай, а напиши мне, пожалуйста, координаты всех, кто был на вечеринке! Так... Ну, среди моих друзей вора точно нет! Единственный, кто мог тиснуть ноут, это стриптизёрша! А это кто такая? Мальчишник я заказывал в том же агентстве, что и Тамаду! Вот, я вам там записал, и название фирмы, можете у них справиться! А я вам сейчас покажу одно видео со вчерашнего дня! Я вчера так добрался, вообще ничего не помню! Вообще память напрочь отшибла! Угу! Слушай, перекинь-ка мне это видео! Ага! Алло, Коль! Все контакты и видео я тебе скинул! И постарайся всё узнать насчёт этой стриптизёрши! А Наташе передай, что у неё на ближайшие дни новая интересная профессия! Дом работницы! Давай! Через два часа Наташа уже вышла на работу! О! Спасибо! Всё, всё! Мне, пожалуйста, чай с лимоном! Зелёный! Класс, Олег! Молодец! Мариш, да я же извинился! А что мне толку от твоих извинений? Ноут, что ли, появился? Вообще, как ты мог? Денис никогда бы так не поступил! Слушай, хватит меня уже сравнивать! Денис сто, Денис всё! Мы разные люди! Иди! Николай тем временем наблюдал за стриптизёршей Светланой! Привет! Привет! Принёс? Держи! Заработала! Масюсь! Ну ты же больше обещал! Больше будет, но позже! А сейчас всё, иди! Детектив Насонов ещё раз осмотрел коттедж Афанасьевых, пытаясь понять, куда мог пропасть ноутбук. Я дела уладил, я даже билеты купил! Ну тут на тебе и забастовка авиадиспетчеров! Ладно, я тебе потом позвоню, ко мне пришли, давай! Друг должен на свадьбу прилететь! Какой друг? Какой друг? Немедленно вызывай полицию! Или я это сделаю сам! Если я не проведу эту вашу долбанную свадьбу, мне кран придет! Да не ори! Полиция быстрее не найдёт! Ищем мы твой ноут! Тамада Кирилл тут же позвонил детективу Насонову и договорился о встрече! Здравствуйте! А вы детектив? Да! Я Кирилл, это я вам звонил! Присаживайтесь! Спасибо! Я готов! Любая помощь, лишь бы ноут нашёлся! Что я должен? Ну главное, нам не мешать! Это же... Это же... Да, Коль! Алло, Алексей Викторович! Похоже, стриптизёрша вот этому мужику ноут загнала! Это не мужик! Это Александр Матвеев! Владелец агентства по организации праздников! Я в его конторе тамадой работаю! В бабки не ходи! Матвеев сам подослал эту девку, чтобы я целый год бесплатно на него и шачил! Почему целый год и почему бесплатно? Да я идиот! Подмахнул такой договор! Если я не проведу эту свадьбу в соответствии со сценарием, то должен буду отработать 20 свадеб и корпоративов бесплатно! Ну вы даёте! Надо же читать, что вы подписываете! Первый раз так накололся! Теперь буду читать! Ну сейчас-то что делать? Настюш, я всё понимаю, в театр некогда, но давай сходим в ресторан! Ужин-то никто не отменял! Ужинать да надо! Ну посидим, пообщаемся! Только ты и я, а? Только ты и я! Значит, согласна? Почему нет? Люди иногда ходят в рестораны! Но не я! Извини, у меня очень много работы, завал! Ой! Извините, я не помешала? Нет, что вы, Олег как раз собирался уходить! Угу! Может, ещё чайку? Нет, спасибо! Из дома Афанасьевых пропал ноутбук со сценарием свадьбы, который принадлежал Тамади Кириллу. Без сценария торжество состояться не может. Под подозрение попадает стриптизёрша, которая обслуживала мальчишник Олега. Также стало известно, что хозяин агентства по организации праздников тоже заинтересован в пропаже ноутбука. Алексей Насонов вместе с Тамадой Кириллом приехали к агентству по организации праздников. Куда ты сматываешься? Ты никуда не уедешь, пока не аннулируешь договор! Это... это ты, ты выкрал ноут! Отвали, я спешу! Тихо-тихо, скажите, пожалуйста, за что вы платили деньги вот этой женщине? А вы кто, собственно? А я, собственно, частный ТКФ, провожу расследование краженного блока. Слежка – это вторжение в личную жизнь. Хотите, чтобы вас отозвали лицензию? Могу устроить. Да какая слежка? О чем вам говорить? Случайная фотография случайного прохожего. Просто в интернет выложено. Это её гонорар за мальчишник. А, ну я слышал, что стриптизёршам платят клиента во время выступления. Но что-то так щедро платили за мальчишник в первый раз. Это моё личное дело. Кому и сколько платить? Я все обязательства выполнил. Ты никуда не уедешь, пока не выполнил то, о чём я тебя прошу. И я не виноват, что пропал ноут. Понял? Сволочь! Кирюша, друг, никто тебя не заставлял оставлять ноутбук в коттедже. Надо было приковать наручниками к запястью его. А если ты торопился на очередной корпоратив, чтобы заработать всё бабло мира – это твои проблемы. Ах ты гадина! Да я… Я в… Руки! Я в суд на тебя потом! Флаг в руки! Но суд ты проиграешь! Так составлен договор! Наташа установила скрытую камеру в комнате Насти. Настя, скажи, а чем отличается секретарша от помощницы? Чаще всего секретарша выполняет функцию «принеси-подай». Ну и не только. Понимаешь? Понимаю. Ну, в моём случае всё гораздо серьёзнее, но интереснее. Я помогаю составлять договоры, слежу за биржевыми ставками. Иногда делаю переводы потенциальных предложений клиентов. Могу и кофе сварить. Но это всё. И давно ты у Юрия Павловича работаешь? Около месяца. А почему он здесь, а не в офисе? Босс очень не любит офис. Он поэтому и предложил мне эту комнату, где я могу отдыхать, работать. Иногда даже ночую. Но прошлой ночью вряд ли удалось уснуть, да? Ой, да, мне даже пришлось уехать. Мальчишки же отжигали. Ну и что у нас нового? А ноутбук пока не найден. Но я думаю, что украл его с тряпезёрша. А действовала она по наводке хозяина того агентства, где ваш сын заказал тамаду и мальчишник. Александр один раз уже проделал подобный трюк с диджеем. Получилось. Вот, может быть, решил на поток поставить? Какой трюк? У Александра был заключён договор с диджеем. А у диджея прямо перед самым выступлением пропал ноутбук с музыкой. Самого Александра на месте кражи не было, но была какая-то стриптизёрша. С диджеем Александр потом неустойку содрал. Ничего не напоминает вам? Напоминает, но тут есть ещё одно обстоятельство. Но это между нами. Ну, разумеется. Прошлой ночью я сам подвозил стриптизёршу. Домой даже на кофе напрашивался, но она отказала. Так вот, ноутбука при ней не было. Ну, это алиби. Но это не очень хорошо. Вечером того же дня Наташа попросила Насонова приехать к коттеджу Афанасьевых. Алексей Викторович, извините, что дёрнула так поздно, но мне кажется, это важно. В общем, я думаю, что Настя влюблена в Олега и очень старается это скрыть. И ты думаешь, что это она, но спрятала ноутбук, чтобы свадьба как минимум отложилась? Ну да, ей нужно время, чтобы обработать Олег. Вот, смотрите, что мне удалось записать. Да подожди ты красоту смывай. Я говорил с отцом, он сказал, дела могут подождать. Ты опять, что ли, по поводу ресторана? Да. Извини, Олег, но мне кажется, что это неуместно. У тебя на носу свадьба, а мы... Да что тут такого? Да это просто невинный ужин. Олег, если бы мы с тобой познакомились при других обстоятельствах, то, возможно, у нас что-нибудь получилось бы. Но... Никаких но. Извини, мне завтра рано вставать. Ты права, между ними что-то есть. Да, и в день мальчишника Настя уезжала домой, то есть вполне могла захватить ноутбук с собой. Ну, может быть, это она. За ней надо понаблюдать. Угу. Ну, я пошла. Нет, это невозможно. Даже так? Хорошо. Я буду через 30 минут ждить. Наташа проследила за Настей и увидела, как та встретилась с неизвестным мужчиной. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подслушку забыла. Пронаблюдав за неизвестным, помощница детектива запомнила номер машины, на которой тот уехал. Да, Наташа. Алексей Викторович, ну я ведь говорила, что это Настя выкрала ноутбук. Но по другой причине, из-за любви к Олегу. А что на этот раз? В общем, я записала ее встречу с каким-то мужиком. Правда, разговора не слышала, но зато пробила номер его машины. Так вот, машина принадлежит конкуренту Юрия Петровича, нашего клиента. Юрий Петрович ведь говорил, как для него важна эта свадьба? Ну да, говорил. Говорил, что от этой свадьбы зависит успех его бизнеса. Вот, а Настя появилась в доме клиента уже после того, как свадьба была назначена. Засланный казачок, думаешь? Задача сорвать свадьбу? Да, она могла и ноут выкрасть, и жениха подразнить. Ну что, может быть, может быть. Слушай, а качество записи хорошее? Да, вполне. Тогда вот что. Я сейчас отвезу отчет по предыдущему делу клиенту, а потом попробую встретиться со знакомым сурдопереводчиком. Попробуем запись расшифровать. Пересылай запись. Из дома бизнесмена Юрия Афанасьева пропал ноутбук со сценарием предстоящей свадьбы его сына Олега. Без этого сценария торжество состояться не может. Детективы подозревают в краже Настю, секретаршу Юрия. Настя и Олег симпатизируют друг другу. Возможно, именно она таким образом хочет отменить свадьбу Олега. Чем порадуете? Ну что, я готов назвать вам имя вора. Слава богу, и ноутбук у вас? Нет, ноутбук пока не у меня. Я думаю, что вор вам его вернет, скажем так, в прямом эфире. Пока можно позвонить молодым и порадовать их, что свадьба все-таки состоится. Да-да-да-да, конечно. Олег, с Мариной ко мне. Ага. А кого? А что это? Кино. Не, ну ты посмотри. Прям удар под дыхание. Никак от Насти такого не ожидал. Ну о чем? О чем она может с ним говорить? А? Это Редин, да, папа? Это твой конкурент? Конечно. Уволю мерзавку. Прямо сейчас. Пригрел. Пригрел змею на груди. Я ей такое резюме вслед отправлю. Век на работу не устроится. Так вы хотите Насте дать шанс все объяснить или подключаем полицию? Да этого не может быть, пап, да не могла Настя! Олег, а почему ты ее защищаешь? Когда это ты успел узнать, что она не могла? Нет, я все могу простить, но предательство. Я вызываю полицию. Пап, да не надо звонить в полицию! Да Насте вообще в гостиной не было! А ты-то откуда знаешь? Ты же сам говорил, что вы упились так, что ничего не помнишь! Пап, я, кажется, начинаю вспоминать. Пойдемте в гостиную, я вам все покажу. Так, меня разбудил какой-то шум. Я открыл глаза и увидел, как стриптизерша наклонилась над Ноутом. Она взяла свои вещи и увидела, что Ноут вот-вот упадет с дивана и переложила его на стол. Я взял Ноут, взял и положил. Куда ты его мог положить? А куда я его мог положить? Вспомнил. Ну ты и пьянь. Все мозги пропил. Ну вот, я же говорил. Пап, не надо было этих детективов нанимать. Они только людей на деньги разводят. Ну да. Юрий, а можно вас на минуточку? Можно. А мне вас рекомендовали как профессионала. А вы? Да вы не торопитесь с выводами. Вы сначала вот это вот почитайте. Девушка, то, что вы предлагаете, совершенно невозможно. Мужчина, не видно. Девушка, я согласилась на встречу с вами, чтобы сказать в лицо, если вы еще раз позволите сделать мне такое предложение, я все расскажу Юрию Палычу. Мужчина, не видно, девушка, меня устраивает и работа, и зарплата. И больше прошу мне не звонить. Что это? Это сурдоперевод того, о чем разговаривал ваш конкурент и Настя. Конкурент был в профиле, а вот артикуляция Настя была очень хорошо видна. Судя по всему, он уговаривал Настю либо перейти к нему, либо шпионить в свою пользу. И Настя ему отказала, а я? Я, когда шел сюда, уже знал, что Настя ноутбук не брала. А зачем вы устроили тогда беседу от спектакля? Ну, чтобы найти его. Ноутбук спрятал ваш сын. Он же любит Настю. Неужели вы не видите? Кошмар! Что же я теперь буду делать? Что скажу отцу Марины? Нет, свадьба должна состояться. Ну, это уже вам решать. Я поэтому решил сами поговорить за глазу на глаз. Юрий Павлович, добрый день. Добрый день. Я коллегу. Прошу в дом, прошу. Спасибо. Прошу. Денис. Я что-то ничего не понял. Олег, объясни мне. Мне казалось, что вы с Мариной любите друг друга. Мне тоже так казалось, пап, пока не появился Настя. Я люблю ее. Настя? Да. Слава Богу, я вовремя понял, что Маринка до сих пор не может забыть Дениса. Денис должен был прилететь три дня назад, и тогда мне бы не пришлось воровать ноутбук. Но диспетчеры строили забастовку. В общем, мне пришлось тянуть время. Олег, спасибо тебе большое. Я оценила. Держи. Юрий Павлович, я скажу отцу, что сама отменила свадьбу. Я надеюсь, что вы и так договоритесь о сотрудничестве. Кирилл получил гонорар в полном объеме. А месяц спустя сыграли сразу две свадьбы. Марина вышла замуж за Дениса, а Олег женился на Насте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. АПЛОДИСМЕНТЫ И сразу mówią, с при Hause все пришли. Редактор субтитров Настя0 Так, тише пришли, вот мы с тобой дома. Володя! Гражданка, выходим, полиция работает. Что же это, Володя? Помогите. Выслушайте меня, помогите. Да, да, конечно, проходите. Понимаете, понимаете, я от мужа ушла, к нему, понимаете, а он, а его... Так, вы успокойтесь, присядьте, присядьте. Вас как зовут? Маргарита Францевна Розанова, можно просто Рита. А Володя называл меня Марго. Так, я пока что ничего не понимаю, вы от нас чего хотите? Найдите его. Найдите его. Кого? Володю. И убийцу его. Так его что, убили? Да, или нет, я не знаю. Понимаете, я пришла к Володе, а он в крови. А полицейский меня вытолкнул за дверь. Понимаете? И ничего, никаких следов. Я же пошла к соседям. Я думала, что кто-нибудь что-нибудь слышал. Никто ничего не слышал. Никто ничего не видел. Я хотела пойти в полицию. А этот полицейский сказал, что я подозреваемая, понимаете? Я подозреваемая. Успокойтесь. Успокойтесь, мы обязательно вам поможем. Скажите, а кем работал ваш Владимир? Володя работал сторожем библиотеки. Скажите, а вот тот мужчина, который вам представился оперативником, он как выглядел? Ну, он такой лысый. Он показал мне документ, его зовут Андрей. А фамилии я не разглядела, очень испугалась. Вот что. Мне нужны будут ключи от квартиры Володи, чтобы я там все осмотрел. Да вы теперь сами-то куда? Может, вас домой отвезти? Это исключено, обратно хода нет. Я наконец-то ушла от мужа. А у Володи дома мне тоже страшно, понимаете? Я, наверное... Я, наверное, пойду в библиотеку ночевать. Ну, хорошо, давайте я вас туда отвезу. Спасибо. Спасибо вам. Пойдемте. 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 И測ите. Продолжbow shuts эти мужу лысых порт. Приدally у это все лет слышат. ?... Пойдемте, мы уважаем, тыли? Надо Michelle... ertaour... Пойдемте... Пойдемте, РMoreров tropical... Да. Рита, Рита, ты куда это? Ты что это вернулась? Инночка Петровна, я переночую, ладно, я без дома осталась, мне ночевать негде. Я у Володи подсобки, хорошо? Подожди, да как же так с котом-то? Мне же потом за котом твоим убирать. Я же помыла все. А это-то кто с тобой? Хоть ноги-то пусть вытрет. Это частный детектив. Занимается расследованием. Убийство Володи. Убийство? Да вы что, как так убийство? Так он же человек-то, видишь, какой. Культурный, вежливый. Да кто ж его убить-то мог? Это мы ищем. А вы Владимира хорошо знали? Хорошо знала. Я же на работу прихожу, никого здесь нет больше. Мы вдвоем с ним. Словом другим перекинемся. А тут недавно Рита стала у него задерживаться. Я не сплетница, никому ни слова, но для себя скумекала отношения у них. Да это я в курсе. А недавно, неделю назад буквально, прихожу. У них на столе чай, конфеты, меня угостили. Ритка счастливая светится. Володька помолодел. Жениться, говорит, собираемся. Только вот у Риты-то муж есть. Может, Риткин муж-то нашел у Володи и того? Ну, это мы проверим. А вот вы не видели, к Владимиру никто не приходил? Нет, при мне ничего такого не было. Никто не приходил. Ой, беда, беда. Ой, как жалко-то человека. Ведь такой человек-то ученый был. Володя был не просто ученым человеком. Он подавал очень большие надежды. А вот здесь... Пусть здесь даже есть его статья. Это вот эта его статья? Да. Его незаслуженно забыли. Он мог бы получить Нобелевскую. Или... Я не знаю, что там еще дают математикам. Но это его главное достижение. Он очень... Дорожил этим журналом. А могу я этот журнал взять на время? Делайте, что хотите. Только помогите найти Володю. Как раз этим-то мы и занимаемся. Алло, Дим. Ну что, подъезжай в библиотеку. Да, срочно. Ну, не зря же мы тебе оплатили курсы айтишников. Нужно выводить как можно больше информации из компьютера, на котором работал Владимир. Ой, спасибо большое. Ну как, нашли что-нибудь? Ну, кое-что есть, да. Но большинство писем все равно удалено или скрыто. Но ничего, я постараюсь вытащить с сервера. Угу. Скажите, а вам знакомо имя некой Софии, с которой Владимир учился в институте? Я слышала от него это имя. Кажется, что-то еще из молодости. Она была его невестой. И потом в конце девяностых она уехала в Америку. И все, я больше ничего не знаю. Угу. Понятно. Ну, ладно. Еще раз спасибо. Пожалуйста. Григорьевич, привет. Ты куда вчера запропастился-то? Я весь вечер тебе названивал. Не мог дозвониться. Привет, Игорь. Да вчера совещание было допоздна. К ночи только домой добрался. А у тебя какой вопрос? Ну, ты меня удивляешь. Сам знаешь, нет тела, нет дела. Да знаю. Все равно мне в этом деле что-то не нравится. Слушай, помоги, а. Мне нужна информация на всех оперативников. По имени Андрей. Особая примета лысый. Больше ничего не знаю. Ну, ты что, издеваешься? Ну, ты представляешь, сколько у меня в управлении может быть оперов Андреев? Да хоть ты еще. Ты мне, главное, портреты пришли. Библиотекарь Маргарита Розанова пришла домой к своему любовнику Владимиру Данилину. Однако, зайдя в квартиру, Маргарита обнаружила там тело Владимира и неизвестного человека, представившегося оперативником полиции. Не получив от подозрительного полицейского никаких разъяснений по поводу случившегося, Маргарита обратилась к детективам. Игорь Петрович, муж Маргариты утверждает, что вчера был дома. Ну, конечно, это нужно проверить, но я думаю, что муж Маргариты к этому делу отношения не имеет. Муж здесь ни при чем. Я налил другую информацию. Данилин весь последний месяц вел переписку с некой Софией. Это его институтская любовь. Сейчас она живет в Америке. Так вот, мы имеем дело с шантажом. Поясни. Смотрите. Данилин в письмах прямым текстом обвиняет Софию в предательстве и воровстве, а также шантажирует ее и требует крупную сумму денег. Вот, например, иначе тебе и твоему бизнесу придет конец. Как вы думаете, что это значит? Я думаю, разговор идет вот об этом. Я, честно говоря, ни слова не понял с того, что здесь написано. Там какие-то математические схемы, алгоритмы. Основа формирования поисковых запросов в вычислительных машинах нового поколения. Ну, все понятно? Да. Ну, на всякий пожарный я все-таки проконсультирую со своим другом математика. Давай. Ну, что, нам с тобой предстоит выяснить личность загадочного Андрея. Там Григорьич обещал список прислать. Угу. Так. Так. Ого! Здесь 58 человек. Ого! Алло, Игорь Петрович. Я узнал очень много интересного. Оказывается, алгоритмы, предложенные Данилиным еще в 87-м году, сегодня используются во всех современных интернет-поисковиках. Но главная фишка не в этом. Пятью годами позже эти алгоритмы начала использовать в своих практических разработках одна известная американская IT-компания. Вот такие дела. Понял тебя. Я сейчас еду на квартиру Данилина, подтягиваюсь туда, улики поищем. Что там у тебя со списком? Половину проверила. Давай, ускоряйся. К вечеру нужно установить личности этого опера. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Посмотри, Дим, похоже на кровь, а? Ну да, они смыли. Видимо, торопились. Ты вот что возьми, образец. Я потом сам проверю, а ты отправляйся к Наташе, а то она заскучала, упадив в поисках этого лысого Андрея. Понял. Наташа и Дмитрий объезжали адреса по списку, устанавливая лысого оперативника по имени Андрей. Ну и как мы поймем, что он лысый? Есть у меня одна идея. О, Вань, привет! Ой, извините, обозналась. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, то, что мы нашли в квартире Данилина, это вовсе не кровь, это просто краска. А мы установили личность этого оперативника. Его зовут Андрей Баранов. И Маргарита его уже опознала. Вот это вы молодцы. Вот что, надо срочно его найти и установить за ним наблюдение. Только очень аккуратно, чтобы он вас не обнаружил. Действуйте. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Помощница установила наблюдение за Андреем Барановым, который явно кого-то ждал в парке. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы направляемся к автовокзалу. Да, жду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот только что достал конверт из ячейки. Ага. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Андрей Баранов? Допустим. А в чем дело? Частный детектив Лукин Горь Петрович. Здесь поговорим, Олег. В полицию пройдем. Оперуполномоченный Андрей Баранов. Еще вопросы есть? Или тебе детектив лицензия карман жжет? Да знаю я, где вы работаете. А еще мне известно, что вас устранили от исполнения служебных обязанностей. Так что удостоверением размахивать право не имеете. А что в конверте? Ладно, детектив, 1-0 в свою пользу. Что, кто тебя нанял? Да какая разница? Не в моих правилах выдавать клиента. Я разыскиваю Владимира Данилина. И у меня есть подозрение, что вы знаете, где он и что с ним. Молодец, сыщик. Не зря ты свой хлеб ешь. Все, ну пойдем, я готов тебе рассказать. Извините, Владимир Данилин, пожалуйста, не убивайте меня. Спокойно, все хорошо. Детектив вместе с Барановым приехали к оперативнику домой, где их уже ожидали помощник и Данилин. Да, Григорьич, да, она гражданка Америки. София Андерсон в девичестве Корсакова. Григорьич, братье надо сросло. А я не знаю, может, уже и уехала. Давай. Ну, а теперь, господа, киллеры и их жертвы. Я внимательно слушаю. Ну, ты же знаешь, я недавно одного наебанного убийцу прохлопал. Вместо него гражданского одного чуть не грохнул. Ну, отстранили меня за это. Дома сидел, голову ломал, как реабилитировать себя. Тут явился мой один стукач. Ну, и что же принес в клювике тебе твой информатор? Ну, что, сказал, одна гражданка хочет срочно найти исполнителя заказа. А, и ты решил выступить в роли киллера. Главное, сам все обмозговал, ни с кем не посоветовался. Да, решил. А что, заказчик-то вообще полная лохушка. У нее представление еще как в девяностые. Она сама на встречу пришла. Сунула фотографию вон его. Ну, что, я, естественно, согласился. Взял задаток. Ну, дальше рассказывай. Андрей, пришел ко мне и сказал, что меня заказали. Придя домой к своему любовнику Владимиру Данилину, библиотекарь Маргарита Розанова обнаружила там тело Владимира и оперативного сотрудника полиции, который не дал женщине никаких объяснений. Детективы начинают расследование и выясняют, что полицейский Андрей Баранов хочет самостоятельно раскрыть заказчика несостоявшегося убийства Владимира Данилина. Ну, я позвонил Марго и сказал, что уезжаю к сестре. Ну, да. Если бы Маргарита не решила сделать вам сюрприз, у вас бы все получилось. Ну, хорошо, вы инсценировали убийство. Ты наделал фотографии. Дальше что? Дальше что? Договорился с ней о встрече для передачи гонорара. Но хотел задержать ее при передаче денег. Она не пришла, деньги оставила в камере хранения. Ну, и то не все. Да уж, она всегда была скуповато. А вы-то почему не позвонили этой Софии? Ну, Андрей сказал, чтобы я не высовывался. Ну, и телефон забрал. А я очень волновался за Маргариту. Ну, и вышел позвонить, а тут ваш помощник. Вот, если честно, по мне, гнать тебя надо из органов поганой метлой. Ну, что за мальчишество, а? В войнушку решил поиграть? Сам возьму. Ну, ты понимаешь, что из-за твоей самодеятельности мы теперь можем совсем упустить? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Софья мне не только карьеру испортила, но и жизнь сломала. В конце 80-х мы работали в научно-исследовательском над одним проектом. Собирались пожениться. И вдруг она захотела уехать. Меня с собой уговаривала. Ну, а вы что же? На что я? Я не собирался никуда уезжать. Я был тогда с убеждениями. Да и мать у меня болела. Не хотел ее одну оставлять. Софья этого не понимала. И что же она одна уехала? Если бы только уехала. Она напела начальству, что это я собираюсь в Америку. А у нас тогда был режим секретности. Ну, пока со мной первый отдел разбирался, она собрала вещи, взяла все мои разработки и улетела. Вы понимаете, что это значило? Догадываюсь. Меня, конечно, из института турнули. Хорошо, что не посадили. И только через год пришло единственное от Софьи письмо. Забудь меня, я вышла замуж. Жестоко. А дальше что? А что дальше? Дальше союза не стало. Работал, где придется. Даже коммерцией пытался. Компьютеры продавать. Но деньги утекали быстрее, чем приходили. А потом умерла мать. Я начал пить. Работал сторожем, где попало, пока не устроился в библиотеку. Вот там и познакомился с Маргаритой. Марго сразу в меня поверила и этим к жизни вернула. Я снова начал заниматься наукой, но так как сильно отстал, искал информацию в интернете по своему направлению. И вдруг наткнулся на публикацию Софьи. Оказывается, она успешно работает в американской компании, присвоив все мои разработки. И вам удалось Софью разыскать. И вы стали шантажировать. А что мне еще оставалось сделать? Я хотел жениться на Марго, создать семью. И что же Софья вам на все это ответила? Ну, она сказала, что приедет и во всем разберется. Знал бы я тогда, как именно она хотела решить вопрос. Ну, ничего. Пойдемте, пойдемте. Смелее. Здравствуй, Софья. Ты? Жив? Как видишь. И намерен доказать, что это ты украла мои разработки. Да кто тебе поверит? Ну, по-видимому, не очень в этом уверена. Раз прилетели из-за океана, киллера наняли. Вот здесь у меня полный отчет нашего сотрудника, которого вы приняли за наемного убийцу. Ты хорошо заработала на моих идеях. Три года тому назад мои акции выкупила крупная корпорация. Так что судиться тебе придется с ними. И, кстати, к ним перешли все авторские права на изобретение. Ничего страшного. У меня есть доказательства. Публикация. Вестники нашего университета. Ты ничего не знала. Я думаю, никто не захочет скандала. Жаль, что тебя не убили. Марго! Марго, прости, я не хотел тебя пугать. Я понимаю, понимаю. Теперь все будет хорошо. Все будет хорошо. Спасибо вам. Если бы не вы, спасибо большое. Ну что, не стоит преувеличивать, ей-богу. А вам удачи. Спасибо. Марго. Субтитры сделал DimaTorzok Софья находится под следствием. Ее фирма согласилась выплатить Данилину солидную компенсацию морального ущерба. Маргарита развелась с мужем и переехала к Владимиру. Баранов вернулся на службу. Субтитры сделал DimaTorzok Диана Торзок Кто это сделал? Кто? Я убью. Я убью его. Убью. Убью. Детектив Игорь Лукин и его помощница Наташа приехали домой к Людмиле Погодиной. Да. И как долго вы отсутствовали? Так, в 10 часов я ушла в салон. Дома были мама, сестра, племянник Ивано. Потом мне подбирали укладку, затем я пошла покупать то, что велела стилист. Это не важно. Так, пришла я без чего-то час, никого. И платье испорчено. Да я второго такого не найду. Я под него и туфли, и подвязки, и ленты эти покупала. Так. А Вано это кто? Да почти что родственник. Приехал к нам в гости из Грузии. Так, его отец был другом моего отца. Ну, до сих пор и общаемся. Так. Скажите, а кто еще мог войти в ваш дом? Да кто угодно. Вера, моя подруга, жених Никита. Через три дня свадьба все суетятся. Тома, проходной двор. Так, Людмила, вы успокойтесь. Мы обязательно во всем разберемся. Значит, мы должны познакомиться со всеми, кто вхож в ваш дом. Только это нужно сделать так, чтобы никто не догадался, что Наташа моя помощница. Я могу организовать сюжин совместный. Замечательно. Скажите, а ваша подруга, она из института? Нет, из школы. Отлично, тогда я ваша однокурсница. Только вчера вернулась из отпуска. И, разумеется, мы на ты, Наташа. И Люся. Очень приятно. А-а-а, Вано, какая красота! А пахнет как! Повезет же той девке, которой ты достанешься. О, еще как повезет! На руках носить буду. Вы разбирайте, разбирайте. Я тост хочу сказать. Да, Вано, какой тост? У меня горе. Свадьба срывается. Люся, перестань. У тебя полный шкаф красивых платьев. Открой надень любое. Мама, свадьба раз в жизни. И действительно, наряд должен быть особенным. Ну, хоть ты меня поддерживаешь. Клечатая рубашка, то посветлее. Джинсы вполне подойдут. Да, спасибо, подруга. Поддержала. Вон, Маринка вообще моталась в Париж. Ну, а я что хуже? Я и так от лимузина отказалась, чтобы нормально платье купить. Люся, мы тебя и так без платья любим. Да, Никит, ну все. Мы есть уже будем или что? Приятного аппетита. Никит, не смешно. Мне нужны деньги на новое платье. Опять, а? Ну, где я тебе их возьму? Мне сначала этот кредит надо выплатить. Вано, может, ты выручишь, а? Я верну. Извини, дорогой. Я пока сюда ехал, кредитку потерял. А наличных нет. Вот, жду, пока родители пришлют. Тань, слушай, может, ты... Люся, я тебе и так все отдала. Даже деньги, которые в конверт положить хотела. Ну да, Вер, у тебя не спрашивай, знаешь, что нет. Ну, ладно. Давайте я, может быть, попробую кредит взять. Мама, мамочка, мамочка, спасибо, мамочка. Спасибо, спасибо, спасибо. Странно, а мне Люся про тебя ничего не рассказывала. Да мы в институте не особо тесно общались, а тут встретились, разговорились. Там в зале еще посуда осталась. Я принесу и подменю тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ало, здравствуй, отец, как сам? О, мекаргал. Хвал, билетев чава баррит. О, кайера, викиди имас, карбюратор, ченчайка ствист. Мамисме, дедаро гора. Игорь Петрович, тут я записала один аудиофайл. Хорошо бы перевести с грузинского. Угу. Дим. Игорь Петрович, ну вы же отпустили меня уже. А что случилось? Да мне ехать надо, друг женится. Ха, всем жениться приспичило. Вот переведешь и поедешь. Что у тебя там по вану? Он что, в Люсю влюблен? Ну, похоже на то. И еще у меня вызывает опасение ее лучшая подруга, Вера. Как-то она странно себя вела на ужине, молчала все время. Мне показалось, что ей эта свадьба вот где. Ты думаешь, что Вере нравится Никита? Ну, мне так показалось. О, Вану, привет. А Люся дома? Нет, она ушла куда-то. Ну ты проходи, чего стоишь? Да нет, спасибо. Я, похоже, знаю, где она. По поводу маникюра поехала. Я лучше ее у салона встречу. Вану, а ты из Тбилиси? Да. А, я слышала очень красивый город, хотела съездить, посмотреть, никогда не была. А что там можно увидеть? Ну, в Ардио можно посмотреть. Монастырь в пещере, 12 век, недалеко от Ахалцихи. Слушай, я, наверное, название не запомню. А ты можешь мне смс-ка переслать? Да, конечно. Слушай, а если я в Тбилиси приеду, ты будешь моим гидом? Ну, там, познакомимся поближе. Зачем? А, да нет, гидом я не буду. Но вот мой друг Арчил, он с удовольствием. Он как раз русскую жену хотел. Ну. А это зачем? Ну, надо же вас познакомить. Слушай, а ты когда собираешься ехать? Не знаю, может, через месяц? А, через месяц. Слушай, ладно, мне идти надо. Давай, еще увидимся, ладно? Да, давай, пока. Да, пока. Да, Дим. Алло, Наташа, привет. Слушай-ка, я перевел разговор с Грузинского. О, ты молодец. Ни свет ни заря, уже все сделал. Слушай. Здравствуй, отец. Как сам? Я хорошо. Я немного здесь останусь, завтра билеты сдам. Да, да ладно, куплю тебе этот карбюратор для твоей чайки. Как мама. Слушай, ей что-нибудь купить? Да ладно, я и сам тогда куплю. Давай, давай. Все. Больше ничего нет. Ну да, билет без доплаты не поменяешь. Да и карбюратор от чайки, я думаю, недешево стоит. Считай раритет. Ну вот именно. Значит, Вану собрал насчет денег. Как ты думаешь, пожадничал? Да нет, не думаю. Для Люси ему ничего не жалко, но не на платье. Я с ним кокетничала, но он, похоже, никого, кроме Люси, не видит. Ладно, давай. А то Вану машину поймал, не хочу его упустить. Давай. Вану. Вану. Во-первых, извини, но ты повыше влюблен в Люсю. Во-вторых, ты собрал насчет денег. И в-третьих, ты специально здесь остался? Хочешь убедиться, что свадьбы не будет? Все правда, но платье я не трогал. Понимаешь, портить платье не мужской поступок. А, стыдно признаться? Слушай, я правду говорю. Я вчера ушел раньше, Люси, вернулся позже, Люси. Как раз здесь был, в этом магазине. Что, несколько часов? А что ты хочешь, а? Это карбюратор для чайки. Я пришел, спросил, есть, сказали, есть один. Куда-то позвонили. Я ждал три часа, оказывается, машина сломалась. Перенесли нас сегодня. Вот, как видишь, не обманули. Ты извини, но я проверю. Проверяй, пожалуйста. У Людмилы Погодиной через три дня свадьба. И вдруг она обнаруживает, что дорогое свадебное платье безнадежно испорчено. Людмила просит детективов узнать, кто это сделал. В дом были вхожи только родные и близкие люди. Эх, такая версия обломилась. Ну да, на записи четко видно, что вошел Вано в магазин в 10-10, а вышел в 13-16. Надо было сразу с подруги начинать, с Веры. Вера? Кто сказал Вера? Упс. Здравствуйте. Неужели Вано сдал? Вано тоже в курсе? Нет, мне сама Люся сказала. Мы с ней с детства знакомы. На меня думать не надо. У меня алиби. Да вы присаживайтесь. Рассказывайте, что у вас за алиби. Мы вчера весь вечер были у Тамады. С нашей общей подругой Мариной. А, Марина – это та, у которой платье из Парижа. Угу, с ней. Маринка молодец. Не обиделась, что на свадьбу не пригласили. Кстати, вот все номера и пароли. Ну что ж, спасибо. Это мы проверим. Вы только за этим пришли? Знаете, я пришла за тем, чтобы облегчить вам работу. Никита изменяет Люсе. И ему не нужна эта свадьба. Изменяет? Да, где-то месяц назад мы с Люсей и Никитой были в кафе. Они отошли, и ему пришла смс. Люблю, скучаю, уже скоро увидимся. Вы Люсит об этом рассказали? Конечно. Но с этого Никиты, где сядешь, там и слезешь. Он сказал, что номером ошиблись. А Люся дура и поверила. Но если Никита изменяет Люсе, то он вполне мог испортить платье. Ключи от дома у него есть, да и дома никого не было. Конечно. Он же знал, что у Люськи бзик на этом платье. И что она из-за него готова даже свадьбу отменить. Вот мужики странные. Нет, чтобы сразу взять и признаться. К чему голову морочить? Ты, Люсе, звони. Угу. Алло. Алло, Люся, привет. А ты не знаешь, здесь сейчас твой Никита? Идем, Дим. Людмила сказала, что Никита поехал в агентство по организации праздников. Помощница увидела, что в агентство Никита ездил не один. Идем. Да ну можете час подождать? Нет, не можем. Наташа, подожди. Вано, ты как здесь? Да я маме подарок покупал. Слушай, Арчил передавал, что он в тебя уже влюблен. Кто? Ну, Арчил, мой друг из Тбилиси. Кстати, он тебе подарок передавал. Ой, спасибо большое. Ты не мог бы пока это у себя оставить? Мне нужно бежать. Ну, он сейчас в Россию приезжает. Можно я дам ему твой номер? Вано, Ванечка, давай все потом. Я побежала, ладно? Давай. Ну, я тебя на работу занесу. Ага. Давай. Таня, привет. Привет. А я иду, смотрю, ты не ты. Ждешь кого-то? Да нет. Гуляю, но уже ухожу. Димка, Дим. Пора домой. Давай, давай, давай. Давай. Домой тогда нам по пути. Меня Люся сегодня просила зайти. А ты чего, в отпуске не работаешь? Я пока в свободном полете. Уезжала работать в Питер, но... Хотела там обосноваться, но не получилось. Я не могу тебя тащить. Иди нормально. Давай. Вот так лучше? Ой. Слушай, а почему в Питер-то надо было уезжать? И почему не получилось? Да так. Ну, ясно. Димка, а давай вон до того поворота на перегонки. Давай. Раз, два, три. Бежали. Бежали, бежали, бежали. Я быстрее, я быстрее. Слушай, Люся, а без паспорта кредит мне дать не смогут? Мам, ну ты что, с луны свалилась? Ну, конечно же, нет, а? Ну, слушай, я не знаю. Ты же видишь, я все документы здесь храню. Я не знаю, куда он подевался. Ну, пожалуйста, не волнуйся, я что-нибудь придумаю. Ну, я не знаю, ну, может быть, ты его потеряла. Да где? Ну, я не знаю где, ну, в магазине, в автобусе, вон, в Димке на поликлинике. Мам, что случилось? Да мне надо идти в банк, кредит брать, а я паспорт найти не могу. Люся. Да Таня. Таня, Таня, не трогай ее, я сама. Люся, Люся, подожди. Танюша, там тебя к телефону, подойди, пожалуйста. О, кажется, что-то есть, может быть, паспорт? Дима, а ты не можешь мне мамин телефон дать, фонариком подсветить, а то мой разрядился. Хорошо. Так, ой, этот без фонарика, а есть другой? Ой, здорово, спасибо. Так, вот и фонарик. Эх, я ошиблась, это всего лишь бумажка. Жалко. Положи обратно, Пашка. Садолбали салонов красоты звонить. Верка телефон дала, убью. Паспорт нашли? Нет, не нашли. А тебе вот, Иван Орчилу передал. Это что-то значит? Да ничего это не значит, Игорь Петрович. Просто его друг Орчил передал мне привет из Грузии. Полиняешь на расстоянии? Ага, своими фотографиями. Я тут сделала звонок с номером Татьяны. Сейчас пробью номер. Так. А симка-то зарегистрирована на Никиту Борисовича Шубина. Это что же получается? Никита подарил телефон с сим-картой сестре невесты? Для тайного общения? То есть вот это вот смс-ка «люблю, скучаю, скоро увидимся» это сестра Люси писала Никите? Думаю, да. Да, она как раз в этот момент была в Питере. Вот и попытай, Татьяну. Попытаю. Я тоже подготовлюсь. Не понимаю, зачем надо было выдергивать меня из дома? Могла бы прийти к нам и поговорить. Ну, я думаю, что вряд ли ты захочешь, чтобы наш разговор слышали твои близкие. Особенно Люся. Это еще почему? Потому что некрасиво спать с женихом сестры. С ума сошла? Тань, Тань, подожди. Нам все равно придется поговорить. Давай познакомимся еще раз. Наташа, помощница частного детектива. Меня наняла Людмила Погодина, чтобы разобраться, кто испортил ее свадебное платье. Ладно, ты права, что уж тут. Роман с Никитой у меня начался еще полгода назад. Ты поэтому в Питер мотала? Ну да. Я несколько раз пыталась с ним расстаться. Не хотела отбивать у Люськи жениха. Ну, а зачем ты тогда вернулась, если так дрожишь чувствами сестры? Я беременна от Никиты. Люська молодая. Найдет себе другого. Тань, ну я не понимаю, вы же взрослые люди. Неужели нельзя было просто все всем рассказать? Почему надо было платье портить? Детский сад какой-то, ей-богу. Платье мы не трогали. Детективы ищут злоумышленника, который накануне свадьбы испортил свадебное платье Людмилы Погодиной. Выясняется, что у родной сестры Люси Татьяны тайный роман с женихом Никитой. Мама Людмилы хочет взять кредит на покупку нового платья, но не может отыскать свой паспорт. Люся, сестренка, ну прости меня. Прости. Ты бредишь. Меня обманывали два близких человека. Я вас ненавижу. Люся, успокойся. С горяча можно много чего наговорить. А Таня, между прочим, твоя сестра. Мама, и ты туда же. Да это сестра мне плюнула в душу. А ты на ее стороне. Слабак, трус. Я тебя ненавижу. Прости. Да уйдите вы. Оба. Люсь. Ты прости, я не знаю, нужна ли была тебе такая правда, но, по-моему, лучше сейчас, чем после свадьбы. Ну да, все правильно. Я просто меньше всего этого ожидала. Я бы больше никогда в своей жизни не хотела видеть Никиту. Ну как? Если у них с Таней будет общий ребенок. Ну, можно уехать, например. Куда? И почему это я должна уезжать? Это не я ведь предательница. Я просто не понимаю, зачем нужно было так изощренно надо мной издеваться? Срывать свадьбу, портить платье. Это дурацкое. Нет, Люсь, платье испортила не Таня и даже не Никита. А кто? Дело в том, что в тот момент, когда платье было испорчено, Никита с Таней находились в гостинице. Значит, это Димкин креатив. Ну да, конечно, он же оставался с бабушкой. Ну, в смысле, с мамой. Хотел, чтобы у него появился папа. Ну да, с ним ты сама разберешься. Ну как разберешься? Поговорю, конечно, что с ребенка взять. Наташа, спасибо тебе. Я рада была с тобой познакомиться. Что? Племянник ни при чем? Может быть, врет? Точно не врет? Ну не знаю, я тогда с Игорем Петровичем посоветуюсь и перезвоню. Люся говорит, что мальчик не портил платье. Ну а кто тогда? Подозреваемых-то у нас не осталось. Я уже вызвал Диму. Ты позвони Люсе и скажи, пусть она ничему не удивляется, но если что, она подыграет. Детектив встретил помощника у дома Погодиных и дал ему задание. Добрый день. Добрый день, а... Миграционная служба. Поступил сигнал, что у вас проживает без регистрации в Анну Чингеле. Этого не может быть. Я лично ходила с ним и оформляла документы. Мам, ну слушай, ну мог какой-нибудь сбой произойти? Ничего страшного, перепроверь, а то уйду. Ты разберись быстренько. Хозяйка дома вы? Да, я. Ваш паспорт, пожалуйста. Я надеюсь, вы понимаете, что у него могут быть проблемы, вплоть до того, что ему закроют въезд в страну. Ну хорошо, одну минутку. Вот. Браво, мама. Да что ж сегодня за день-то такой, а? Доченька. О том, что у Тани с Никитой Роман, я догадывалась. Удивлялась, что ты не замечаешь. Ну, не замечаешь и не замечаешь. Я тоже на этом не стала внимания акцентировать. Зачем? Чтобы вы врагами становились. Ну, а когда мы в Грузии были, я заметила, как Вану на тебя смотрит. Он у меня даже руки твои просил. Но я ему сказала, что у нас так не делается. Мам, ты меня решила пристроить за Вану, да? А Никиту приберечь для Тани. Да Никита не твой человек. Как ты не понимаешь, Вану, он честный, надежный. Я бы и для Тани такого же хотела. Но, к сожалению, она уже свой выбор сделала. Да и ребеночек у них будет. Мам, ты ради... Ради этого ты испортила платье моей мечты. Доченька. Да у тебя еще будет самое красивое платье. Это я тебе обещаю. Ну, пожалуйста. Прости меня. Никита и Татьяна подали заявление в ЗАГС. Вано сделал предложение Люси. Люся пока не ответила, но предложила Вано задержаться у них в гостях. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Детективу позвонил его давний приятель, адвокат, и попросил помочь в расследовании преступления, в котором подозревают его клиента, бизнесмена Льва Громова. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, я так понимаю, Лев Громов? Мне Мак звонил, но, в смысле, Максим Андреевич, ваш адвокат. Времени, я так понимаю, вас немного, да? Это сразу к делу. Да, он посоветовал обратиться к вам, сказал, что вы поможете разобраться. Что произошло? Вчера произошло нападение на мою жену Риту. Она сейчас в тяжелом состоянии в больнице. А полиция вас подозревает? Максим Андреевич сказал, что все против меня, что полиция меня может задержать уже сегодня. Поэтому у нас такая странная встреча на мостах. На допрос вас вызывали уже? Да, в следственный комитет. Собственно говоря, я туда и иду. Ну, давайте я вас подвезу, по дороге и договорим. Спасибо. Понимаете, в таких случаях полиция часто начинает подозревать мужа. Но поверьте, я вам клянусь, я ее не трогал. Да у меня и мотива-то нет. Извините. Я вот курить бросил, замещаю. На нервы весь. Нападение было совершено вчера вечером поздно, когда Рита возвращалась с работы. А обед был? Возле дома, на автостоянке. Она припарковалась, вышла из машины, и тут на нее напали. Я услышал крики на улице, выбежал, увидел ее без сознания, вызвал скорую. А что у полиции на вас есть? На месте преступления обнаружены мои следы и окурки. Но следы я могу понять. Я пока ждал эту скорую и мог их оставить. Но окурки не мои. Я не курю, я бросил. У меня ощущение, что меня подставляют. А кому это может быть надо? Не знаю. На автостоянке, как назло, видеокамеры не работают. Так бы все увидели, что это не я. Поверьте, у Риты есть враги. Да? А кто же? Не знаю. Возможно, это как-то связано с ее работой. Точно не скажу. Но вы разберитесь, пожалуйста, в этом. Ну что, клиента нашего задержали пока на 48 часов. Но этого можно было ожидать. На его жену напали сзади. Пытались задушить ее рыболовной леской. Повредили гортань. Говорить она не может. Показания дают только в писанной форме. Зверство какое. Хорошо, что вообще жива осталась. А повезло, что в это время гулял сосед с собакой. Они преступника испугнули. И? То есть первоначально планировалось убийство? Возможно. А сама потерпевшая нападавшего не видела. Голос его не слышала. Но почему-то уверена, что это ее муж. Уверена, значит, у них конфликт. А улики? Ну, на месте происшествия обнаружены следы нашего клиента, его окурки. Более того, задушить ее пытались леской срезанной с его катушки. Алиби у него нет. Якобы он на этот момент был дома один. Вот, посмотрите. Вот это Лев Громов, наш клиент. Это его не первый брак. У него есть дочь от первого брака. Вот она. Сейчас на дом. А кто они? Чем занимаются? Ну, сам Лев Громов, это бизнесмен. Продает мелким опытом напитки в супермаркеты, в магазины. В том числе и в круглосуточный магазин своей жены. Значит, задача такая. Наташ, ты ищешь всю информацию, какую можно найти в интернете. А ты тогда поговори с соседями, родственниками, льва. Ну, да, хорошо. Алло, Алексей Викторович. Да, я пообщался с соседями Громовых. Они в один голос утверждают, что Лев и Рита постоянно ссорились в последнее время. Ну, да, очевидно, что Лев постоянно ревновал Риту. Да, я понял. Хорошо. Добрый день. Вы, я так понимаю, Леля Громова? Ну, идти дальше. Я из детективного агентства. По просьбе вашего отца мы пытаемся разобраться, кто напал на Риту. Вы ответите на пару моих вопросов? Ну, сходите. Алексей Викторович, я выяснила все про тот скандал с покупательницей. В общем, сын этой женщины обвиняет Маргариту в том, что его мать слегла с инсультом. Да, резонансная история, кстати. Да, я выяснила все данные старушки ее сына. А вы здесь тоже живете? Ну, вообще нет. Я думаю, скоро буду. Садитесь. Мне отсюда до института ближе, чем от мамы. Но с папой я часто общаюсь, если вы об этом. Ясно. Скажите, а ваш отец часто ссорился с Ритой? Да, он и с мамой ссорился, и с Ритой тоже. Он вообще вспыльчивый, даже дерется. А сейчас... Что сейчас? Ну, они с Ритой даже развести собрались. Но я все равно не верю, что он хотел ее убить. Почему? Да кому там убивать? Он растяпый и плохой бизнесмен. Мама рассказывала, как он все деньги потерял. Они начали ругаться, и он ушел. Женился на Рите. Но я подробностей не помню, я маленькая была. Если что-то вспомните, позвоните, пожалуйста. Скажите, а вы что-то покупали в этом магазине? Просто я хотел костюм для сноуборда взять, но там же только студентам скидки. Можете взять или захотите. Все? Да, спасибо. Где Дима? А, сейчас придет. Ну вот, наконец-то и сбори. Ну что, Дима? Наш клиент поднимал руку на Риту. На первую жену свою тоже. Леле, его дочка сказала, что они даже собрались разводиться. А у них совместно нажитое имущество. Причем нехилое. Это плохо. Для Льва. У него явный мотив. Следователь тоже так считает. А еще говорит, мужик так себе. Смотрите, он когда бизнесом начинал заниматься, он квартиру продал. И купил комнату в коммуналке, ну где-то на выселках, ну чтобы перекантоваться. А деньги вложил неудачно, все потерял. А жену с дочкой потом бросил. А, теперь понятно, что Леля имела в виду, когда сказала, что отец деньги потерял. Да, и мне очень не нравится, что клиент соврал по поводу того, что у нее отсутствует мотив. Да, а мне кажется, это Рита, его жена, та еще штучка. И зуб на нее у многих. Ну, в общем, все надо проверять. А для начала надо будет поговорить с пенсионеркой, которая пострадала от охранников в магазине. Как ее зовут? Тамара Петровна Бойко. Помощники приехали к Тамаре Петровне Бойко. Их встретил ее сын Петр Бойко. Мы расследуем нападение на Маргариту Громову. Хотели бы задать вам несколько вопросов. Можно? Ну, читал в новостях. Жалко, что не прибили. Вы из-за этой истории с вашей мамой? Посмотрите, дома никого нет. Мама в больнице. Ее снова с инсультом увезли. Это все из-за вашей истории с этой Громовой. Петр, мы понимаем, что вам тяжело об этом говорить и вспоминать. Но скажите, в той ситуации виновата именно Маргарита? Я инвалид. Я привык, что меня везде отфутболивают. Что плюют, хамят. Но мама, она пожилой человек. Она ветеран труда. Ну, можно же было как-то с ней поаккуратней. Мы тогда в тот день пошли в магазин. Ну, точнее, мама пошла, а я остался ждать ее на улице. И когда она вышла из магазина с тележкой... Женщина, стойте! Это что такое? Вот, пожалуйста. Что случилось? Она не оплатила журналы с кроссвордами. Пожилая воровка. Она, наверное, забыла. Имейте совесть. Я сейчас полицию вызову, ясно? А там узнаем, у кого совесть есть, а у кого нет. Лучше скорую вызовите! Слушай, вызови скорую. Устроила мне здесь. Вот тогда с мамой первый инсульт и случился. Ее оттуда сразу на скорую увезли. Если у вас все, я думаю, вам пора уходить. Бизнесмен Альва Громова подозревает в покушении на убийство собственной жены. По совету своего адвоката, Лев обращается к детективам. Маргариту Громову кто-то пытался задушить при помощи лески во дворе ее дома. Она чудом осталась жива и находится в больнице. В ходе расследования у детективов появляется подозреваемый. Да. Ну, у нас все неоднозначно. С одной стороны, у Бойко есть и мотив, и леска. А с другой стороны, он инвалид. У него ДЦП, он плохо двигается и невысокого роста. Подожди, подожди, невысокого роста? А преступник по результатам экспертизы тоже невысокого роста. Продолжайте наблюдать. Да, хорошо. Звонит кому-то. Андрей, мама вчера вечером скорая снова увезла в больницу. Да, лежит в реанимации. Состояние тяжелое. Она умирает. Да, приходили два детектива, расспрашивали про эту Громову. Видите ли, интересует ее, как на нее напали. Да я сам бы задушил ее собственными руками из этого поганого магазина. У мамы два инсульта подряд. Ты слышала? Ты слышала? Он сказал, что вчера звонил в скорую помощь. И ждал, когда они приедут. Ну да. А на Громова напали как раз вчера. То есть, если он вечером вызывал скорую помощь, тогда у него алиби. Ну да. Надо узнать, когда он звонит в скорую помощь точно. Алексей Насонов решил поговорить с первой женой Льва, Ниной Громовой. Вы про Леву? Я Льва давно не видела. Лет десять. Сколько лет прошло после нашего развода, не скажете? А вот Лелька моя к нему в последнее время мотается. Постоянно. А я его давно не видела. Я не мотаюсь. Я теперь там буду жить, понятно? Это я сюда мотаюсь. Леля, ну что ты говоришь? Мама хочет, чтобы я тут жила. А я перейду к отцу. Мам, где мои зимние шмотки? На дрессолях? Ей все кажется, что она что-то у отца наберется, что поможет ей стать успешной и богатой. Глупая. Он же неудачник. Ну, живет он отлично. А? Левка-то? Да нет, сам он не может. Он же добрый, честный. А его все обманывают. Это все его новая жена. Она его пристроила. Понятно. А вчера вы чем занимались? Здесь дома были? Дома, конечно. Я постоянно тут. Я шью. Ведь мне надо Лельку кормить, одевать. Я мало выхожу. Нечего деньги тратить. Вы, если что-то еще вспомните, вы позвоните мне, пожалуйста. Хорошо? Ладно, мама, я тоже пошла. Куда это? Как куда? К отцу. Ну, там же чужой дом. И потом Лев в тюрьме. Там чужие вещи. Это неприлично. А если тебя кто-нибудь в чем-то обвинил? Мне плевать. Это мой отец, он мне разрешил. Мне там свою комнату будет. Мне там нравится. Ой, все, мам. Я тоже иду. С матерью грубо разговариваешь. Нормально. А вы не подбросьте меня до отца? А то поздно уже пристанет кто-нибудь. А я смотрю, ты мне не пропадешь. А то. Ну, поехали, подвезу. Алло, Дим, вы там закончили? Давай, подъезжай к дому клиенту. Интересно, давно он тут? Алексей Викторович, а вы тут какими судьбами? Я Лелю подвез, а у вас что? Историю с круглосуточным магазином из расчета можно убрать. Сын этой несчастной пенсионерки ни при чем. Вечером в день нападения ей стало плохо, он вызвал для нее скорую и ждал, пока те приедут. Мы проверили, так оно и было. Ну, первую жену нашего клиента тоже можно со счетов убрать. Она Льва давно уже простила. Занимается шитьем, в общем, живет в своем мерке. Но... Судя по всему, вы что-то узнали. В этом магазине работает продавщица. Она хорошо знает Риту Громова. Раньше она у нее работала в круглосуточном магазине. И Громова ее уволила. Поэтому женщина очень зла на нее и много чего интересного мне рассказала. Ну, например, то, что у Громова есть любовник. Это к нему она хотела уйти от Льва, поэтому вопрос с разводом стал. И любовник этот женат, а Громова его пыталась убедить женой развестись. А любовника зовут Стас Романцев. Хорошо осведомленная продавщица. И что у нас получается? Нападавший был небольшого роста. Возможно, женщина. Так, может, это жена любовника решила Риту придушить? Все может быть. В общем, завтра занимаемся супругами романцами вплотную. Ну, а сегодня все по домам. Ну как, профилактический осмотр кранов прошел успешно? Ну, вполне. Камеру поставил на кухне. Жена Стаса готовит. Ждет мужа к обеду. О, смотри, а вот и он. Добрый день. Извините, вы из Стас Романцев? Допустим, а что вам надо? Мы расследуем нападение на Риту Громову. Не знаю я никакой Риты Громовой. Испугался, бедненький. Угу, смотри. Марина, ты где? Да брось ты свою готовку. В тюрьму скоро загремишь. За убийство Громовой. Я же говорил тебе, не лезь. Все, они вышли на тебя. Вышли, поняла? Да что несешь? Ты вообще что-ли очумел? Ты меня ревновала? Скандалы устраивала? Ты про Риту свою что-то? Да, да, про Риту, про Риту. В следующий раз будешь знать, как по бабам шляться. Да тебя же, дуру, теперь будут подозревать в ее убийстве. Да в каком еще убийстве? Не знаю. Сейчас ко мне на улице походил какой-то парень. По виду явно мент. Он мне сказал, что они расследуют покушение на Риту. Скажи, это ты? В твоих рук дело. Да ты с ума сошел? Ну зачем надо было мне скандалы устраивать? Прилюдно кричать, что ты ее убьешь. А вдруг кто услышал? Черт. Правда могли слышать? А когда на нее напали? Да откуда ж я знаю? Значит, для жены Стаса измена это не новость, и они уже давно с этим живут? Мало того, она не знала, как напали на Риту. Попросила Стаса узнать подробности, время нападения, место и так далее. Да, когда он узнал, что нападение было позавчера, чуть в пляс не пустился. В смысле? В прямом. Во время нападения на Риту ни Стаса, ни его жены не было в городе. Они только вчера из деревни вернулись. Ну, значит, все напрасно. Ну, давайте еще раз подумаем, кому может быть выгодна смерть Громовой. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Да, Леля. Хорошо, я сейчас приеду. Что там? Это Леля, дочка Льва. Говорит, что не знает, как связаться с его адвокатом. Она нашла в ноутбуке своего отца его переписку с убийцей. И не знает, что теперь делать. С кем переписку? Ну-ка, поехали. Хозяйку магазина Маргариту Громову пытались задушить. Она осталась жива и обвиняет во всем мужа. На первый взгляд у Льва действительно есть мотив. Однако желать смерти Громовой могли и совершенно посторонние люди. Сын пенсионерки Бойко, жена любовника Маргариты. Детективы проверяют каждого. Что случилось? Сейчас покажу. Так, стоп, а почему он здесь? Его что, полиция не забрала? Я не знаю. Был же обыск, ноутбук изъели. Это был ритинот. Их в доме было два. Я сегодня его нашла, решила воспользоваться и обнаружила переписку. Хотела в свою почту зайти. Что мне делать? Нужно избавиться от одного человека. Возьмешься. Пока ничего не делать. Мы сами попробуем во всем разобраться. С полицией, если понадобится, мы тоже поговорим. А ноутбук мы пока заберем. А ты сможешь разобраться, кто и кому что слал? Да легко. Алексей Викторович, я вот тут что подумал. Этот флайер мне Лёля в тот раз подарил. И что? Я давно хотел в этом магазине купить костюм для снахборда. И вот подумал, это специализированный магазин. Занимается продажей товаров для зимних видов спорта и вообще для зимы. Зачем Лёле покупать что-то там весной? Ну, может быть, распродажа? Да нет там никаких распродаж. Ну ладно, отправим Наташу тогда все это выяснить, а ты занимайся ноутбуком. Переписка поддельная. Датирована она более ранним сроком, а сделана вчера. И еще все эти письма отправлены не из дома, а из кафе с вай-фаем. Я в этом и не сомневался. Лев же не дурак, чтобы хранить такую информацию у себя в компьютере. Да, да его явно кто-то подставляет, это понятно, но кто? Да и вообще, откуда взялся этот ноутбук? Почему полиция его не нашла? Да. А откуда информация про ноутбук? Ну, я же не знал, что это такая важная улика. Я просто защищал интерес своего клиента. Я через час подъеду и все объясню. Это следователь. Ему кто-то анонимно сообщил про этот ноутбук. Не понял. А я уже, кажется, все понял. Поехали. Снова вы? Что-нибудь выяснили? Да, мы все выяснили. Тебе отца-то не жалко? В смысле? Жалко, конечно, но я не понимаю. Ну, а Риту-то зачем пыталась убить? Вы с ума сошли? Что вы несете? Я сейчас полицию вызову. Да ты не спеши, полицию я уже вызвал. И у тебя очень мало времени, чтобы во всем признаться. Да ты в чем признаться-то? Мне совершенно ясно, что это ты пыталась подставить своего отца. С помощью подельной переписки в ноутбуке, с помощью улик, которые ты подбросила на место преступления. Ты туда окурки подбросила. И даже не заметила, что отец твой курить бросил. Окурки-то старые. А за день ты нападения, ты в этом магазине, вероятно, для того, чтобы скрыть следы, купила кожаные перчатки. Вы проверили. Не докажете. Докажем, докажем. Эксперты наверняка найдут микрочастицы. И потом твой рост идеально подходит под рост преступника. На самом деле, доказательства меня сейчас мало интересуют. Пусть полиция доказывает. Я мотив понять не могу. Зачем? Это же твой отец. Зачем? Да он нас бросил в нищете, в дыре. А у самого куча денег. Я тоже хотела жить по-человечески. Отцу на меня плевать было. Ты просто хотела жить в этой квартире? Я просто хотела жить нормально, чтобы отец денег давал, чтобы мать сумасшедшую не видеть. Между прочим, это он ее такое сделал. Ну, а Рита здесь при чем? А при том, что она меня терпеть не может. Я сколько просила у папы, можно я тут поживаю? А он нет. Рита против? Лёня, ну знаешь, на свете много людей, которые нам не нравятся, но это, в общем-то, не повод их всех убивать. Не нравятся? Да я их ненавижу всех. Жаль, что отца не посадят. А Рита жива осталась. Зря ты бросаешься такими словами. У тебя с тобой, конечно, совершил ошибку, но... Это не ошибка! Это подлость! Он меня бросил, применял на эту Риту! Все, успокойся. Меня что теперь, посадят? Надолго? Это уже как суд решит. Сейчас пойдем в полицию, попробуем оформить явку с повинной. А, в общем-то, все будет решать хороший адвокат. И я уверен, что отец тебе с этим поможет. Лёля Громова ожидает суда. Лев надеется, что адвокату удастся добиться смягчения приговора. Маргарита подала на развод.